Итак, вы видите экран? Экран видно? Работает? Да. Видно, отлично. Итак, мы с вами продолжаем четвертую главу. Мы начали вчера четвертую главу трактата Китин. И вчера мы начали как раз говорить о теме, которую мы упоминали вскользь несколько раз, очень интересной. О том, что, оказывается, муж после того, как написал Гет, уже заверил, свидетели все подписали, и передал Шалеху. Шалех пошел относить жене все то время, а пока Гет не попал в руки жены, то есть в ее владение, она не взяла его, муж может передумать. То есть реально по Торе он может отменить, может сказать, все, стоп, я передумал. Но теперь начинается игра в кошки-мышки. Только если он успеет предупредить жену, либо сам добежать, либо второго Шалеха послать вперед, и до того, как Шалех передаст ей Гет отменить, сказать ей, что я передумал, то это называется передумал, Гет не работает. Если же он не успел, Гет срабатывает. Но мы учили, что Рабан Гамлиэль в прошлой мишне отменил это. Он запретил так делать. Почему? Потому что это привело бы к большим страшным последствиям, что значит каждый будет писать Гет, а потом не пойми, иди, а он передумал, он не передумал. Вроде женщина Гет получила, а через три месяца кто-то приходит, говорит, да нет, он передумал, а на самом деле, получается, она замужняя, а она уже вышла, уже забеременела, мамзеры. И поэтому Рабан Гамлиэль вводит такану, текунула, чтобы избежать всех таких сомнительных ситуаций насчет того, что муж может передумываниями заниматься. И говорит наша мишна. Вторую мишну мы тоже вчера сделали, да. Вот я сейчас читаю. Да, мы сказали, что тоже раньше еще одно подосновление сделал Рабан Гамлиэль. Раньше люди писали название имени своего, даже если когда-то оно было другим, или место, где свадьба, если даже когда-то оно было другим, или сейчас оно другое. Но Рабан Гамлиэль ввел постановление, и это Аллаха по сей день, что необходимо писать все свои имена, все свои клички. Да, если у тебя есть русское имя, еврейское имя, абсолютно все надо писать название, чтобы не было малейшего сомнения, кто человек в договоре. И то же самое, то же самое название местности. Итак, говорит мишна. А также называется Даркей Шалом. Даркей Шалом – это ради мира с неевреями. То есть были какие-то постановления. Так наши мишна будут рассказывать о других разных постановлениях, которые ввели и мудрецы. Ради мира во всем мире. Итак, «Эйн алмана нефраат минехсей יетомим, Элла Бишвуа». Говорит мишна. «Не может вдова взыскать с наследства оставленного сиротом, а только посредством клятвы», какой клятвы, что она еще не получила свою ктубу. Так, тут никакого объяснения нету, поэтому объяснять буду сейчас. Да, я объясню просто в двух словах. Что это значит? Дело в том, что законы о наследстве в Торе, да, они очень четко прописаны. И они сводятся к тому, что, как ни удивительно, жена практически, да, она там последнюю очередь занимает в наследстве мужа. Да, есть дети, там, кто угодно, родственники мужа, но у жены приоритет ее в чем? У нее есть ктуба. И вот то, что написано в ктубе, она получает поверх всех, первей всех, да. Но теперь вопрос. Остались сироты, умирает муж, у него остались двое детей, муж оставил миллион, дети хотят проделить миллион по пятьсот тысяч. Приходит жена и говорит, стоп, сначала я возьму свою ктубу, а то, что останется, вы будете делить пополам, да. Так вот, говорит Мишна, что в этом случае, да, у нее есть такое право, но она должна поклясться, что муж ей уже еще не выплатил ктубу. Очень часто бывает, что муж, понимая, как что происходит, или просто в какой-то ситуации сложилось, он выплатил ей ктубу, в счет ктубы что-то ей передал, а она приходит еще раз и пытается взять вторично. Поэтому необходимо, чтобы она сдала клятву. И тогда, пожалуйста, пусть берет, а остальное будут делить уже наследники. Пришел Бейдин и ввел упразднение. Потому что так, как она занимается этими сиротами, она может как бы сама себе в голове разрешить поклясться, что ничего от ктубы не получала. Хотя на самом деле она частично уже получала по ктубе выплаты. Мишу, почему? Потому что она будет считать, что она может сказать, ну а что, ну как бы да, он мне какие-то деньги передавал, но зато я его детей воспитывала. Мол, это была оплата за воспитание детей, за труды какие-то по дому, а сейчас я имею право снова взыскать полную сумму. Поэтому, немнюм и нажбе, мудрецы понимали, как мыслит человек. Человек мыслит так, что он себя всегда оправдывает. А мы, не дай бог, мы не хотим, чтобы человек даже в заблуждении, даже вот в своем таком оправдании поклялся, и в итоге поклялся ложно. Поэтому сказали мудрецы, так как у него есть большие основания запутаться, саму себя в самообман вести, сказать, что так можно, мы вообще отменим вот эту клятву. И они отменили клятву вдовы, таким образом, что она не могла взыскать свои деньги с сирот. Хиткин Рабан Гамлиэль Азакэн, шутхэну дэрет лэйтумим, коль ма шиерцу. Но пришел Рабан Гамлиэль Азакэн. Вот как интересно, да? То есть как, я тоже думаю, ну а хорошо. Но получается, женщина бедная осталась без ничего. То есть как теперь все все делят? А она не может поклясться, не может, а без клятвы не может получить свою ктубу. А что, если она действительно ее не получила? Так, пришел Рабан Гамлиэль и сказал так. Как мы выйдем из этой ситуации? Она должна дать недер. Недер – это совсем другой механизм. Пусть даст обет о том, например, что если я что-то от вашего папы по ктубе уже брала, вот чтобы мне было запрещено там то-то и то-то. Да, и она берет на себя недер. Яблоки больше есть не буду, если я что-то не получала. Потому что удивительный принцип. Во времена, когда все это работало, трепет и страх перед обетом, обещанием, был больше, чем перед клятвой. Люди очень строго относились к обетам, с зароком. То есть человек зарекался, он понимал, что тогда всегда, что из-за этого это очень строго и не дай бог нарушить. А клятвам относились менее, потому что клятвам она какая-то такая субъективная, и она себе в голове решила, что можно поклясться, я права, да, и могла ошибиться. Но с недером она бы так шутить не стала. И поэтому говорит Рабан Гамлиэль, пусть дает недер. А есть, которые описывают по-другому. Что ведь всю жизнь, если она запретит себе какой-то вид пищи, все время, каждый раз, когда она будет кушать, она будет об этом вспоминать, что этот вид пищи ей запрещен. Она навсегда привязана к запрету, который взяла на себя. И поэтому люди как бы к этому строже относились. Понятно, да, почему? То есть клятва, ну ничего, стиснул зубы, положил руку, да, на Тору и соврал, грубо говоря. Ничего, завтра выпил, послезавтра все забыл. А тут, получается, ты дал обед, я больше не ем, там, не знаю, фруктов, не ем груши, яблоки. И так теперь всю жизнь каждый раз, когда тебе предлагают поесть, ты такой, опа, секундочку, так, а яблоки мне нельзя. Все кроме я, все кроме яблок. И всю жизнь это у тебя в голове. Поэтому люди понимали, они больше, они относились более сурово, строго к недерам, нежели даже клятвам. И поэтому, говорит Рабан Гамлель, как мы позволим этой вдове взять свои деньги, долю от наследства мужа посредством недера. Пусть запретит себе что-то недер, если она такое сделает, значит, она говорит правду. После этого можно разрешить ей взять, а уже остаток будет делиться между наследниками. Дальше. Свидетели должны поставить свои росписи на разрушенном письме. Как мучили. И наша мечта идет по мнению Раби Элазара. Что именно те свидетели, которые передают, они делают рассечение между мужем и женой. То есть, самые главные свидетели, это те свидетели, которые видели, как гет был передан в руки жены. А те свидетели, которые пишутся в гете, которые подписывают в самом разводном письме, они не самые главные свидетели. Они, что называются, просто свидетели того, что это было. Мы и найдем хоть минарагет. Ведь действительно, мы видим, что, несмотря на то, что свидетели подписались на гете мужа, жена не разведена. Надо обязательно, чтобы этот гет попал в руки мужа. Более того, муж даже может отозвать свое письмо, передумать. Но из-за тикуну лам, еще раз, из-за того, чтобы внести какое-то исправление в мир, а именно, что такое, существует опасение, может быть, умрут свидетели передачи гета в руки жены. Или они уедут за море и не вернутся. В его Абаль и приедет муж и скажет, что за бред, я никакого гета не писал, все это обман. Там вас обманули. Это неправда. То есть вы понимаете, да? То есть есть бумага. В бумаге от имени, там, не знаю, Рабиновича написан гет, его жене Саре. И подписи двух свидетелей. На основании этой бумаги, эту бумагу вручили жене. И там было два других свидетеля, которые видели передачу. Теперь эти два свидетеля, которые видели передачу, уехали, исчезли. И приезжает Рабинович и говорит, что за бумага? Как вы меня с женой развели? Я никогда эту бумагу не писал. Я не знаю этих людей. Это вообще не мой почерк. И да, это мой однофамильник, но это все подделка. Что делать? В обычной ситуации мы просто позвали свидетелей, которые бы сразу все сказали. Нет, мы все видели. Да, была передача. Но здесь, как бы здесь, Поэтому ввели закон, что необходимо, чтобы свидетели подписывались на самом разводном письме. Чтобы избежать случаев того, что приедет муж. Вот как, да? И начнет опровергать разводное письмо. То есть, до какой степени от Раби Лезер. Он говорит, вы знаете, что на самом деле весь ключевой момент, то есть на самом деле может любой обрывок бумаги взять муж, написать, ты мне разведена, так-то и так-то, и дать в руки жены. Никаких росписей, никаких свидетелей там может не быть на самой бумаге. Главное, чтобы были свидетели, что он эту бумагу написал и передал жене в руки. Но почему в итоге мы установили Аллаху, что в самой бумаге тоже должны быть свидетели, это из опасения того, чтобы был Тикун-О-Лам, чтобы муж потом не приехал, через месяц и не сказал, а, ничего подобного, да, эта бумага фальшивая. А свидетели, которые видели передачу, уехали. Поэтому в самой бумаге мы тоже хотим, чтобы были свидетели, что нет, ты ее написал. Но есть те, которые объясняют нашу Мишну, даже по мнению Раби Мейера, который спорит с Раби Лезером, говорит, нет, главные свидетели, это как раз те самые свидетели, которые написаны в бумаге, в самом разводном письме. Не те, которые свидетельствуют о передаче письма жене в руки. Это же комната Мишна. А тогда как понимать нашу Мишну? Следующим образом. Просто имеется в виду так, что изначально свидетели не расшифровывали свое имя, подписывая разводные письма. Они просто ставили заколючки. То есть они просписи ставили, но не ставили полную расшифровку имени и фамилии. И было тяжело понять из их росписи, как действительно их звали. И поэтому Тикун-Улам заключался в том, исправление мира, что внедрили еще одно постановление, что необходимо не просто подписываться свидетелям, хотя этого по сухому закону было бы достаточно, но и расшифровывать свои имена, чтобы, если что, можно было на них сослаться. Что можно было провести экспертизу, аутентифицировать их личность, понять, кто эти люди, что они действительно видели, что это письмо написал муж. И есть, который говорит, что это тоже одно из нововведений Раббана Гамлиэля Азакена, тоже из-за улучшений отношений в мире, исправления. Мы говорили, здесь две причины могут быть, чтобы избежать появления мамзырим, и второе, чтобы уменьшить количество соломенных вдов. И к тому же это все как бы вот это нововведение, что вдова может получать свою ктубу, если она даст недр. Все эти вещи были сделаны специально, чтобы женщины не переживали, а то они думают, так получится, что муж умрет раньше, и тогда, что я не получу ктубу, или как тогда быть. Чтобы все жили спокойно. Но тосафисты пишут, что вот это вот постановление, что свидетели в разводном письме должны подписываться, либо расшифрованно, либо вообще должны быть там их подписи. Это было нововведение Раббана Гамлиэля Азакена. Еще было, извиняюсь, они наоборот говорят, что это было еще до Раббана Гамлиэля Азакена. Окей, есть разные мнения. Дальше. Илэль иткин прозбуль мипнееттику наула. О, теперь, да, и вторая вещь, это я уже своими словами объясню, а Илэль внедрил такое понимание, называется прозбуль. Если вы знаете, что такое прозбуль, прозбуль – это специальный документ, который позволял человеку взыскивать свои долги даже после шмиты. Итак, мы знаем, что есть такое понятие шмита, это седьмой год. В седьмой год нельзя обрабатывать землю, а еще есть такое понятие шмита тксофим, что в седьмой год мы все должны прощать тех, кто нам должны деньги. То есть, если кто-то мне должен там, не знаю, деньги, и наступил седьмой год, он мне говорит, спасибо, я тебе больше ничего не должен. Так что, к чему это привело? Это привело к тому, что бедняки, люди, которые нуждались в судах, они приходили, просили деньги, и они говорили, пожалуйста, дайте нам деньги, мы сгорим, мне нужна есть или что-то. А люди им не давали денег. А, конечно, какой ты умный, что я не знаю, что через два-три месяца будет седьмой год, ты просто затянешь, а потом скажешь, ну вот, наступил седьмой год, и люди перестали одалживать деньги в долг. И это привело к страшным последствиям, то бедные бедняки как бы не могли получить деньги, и тогда мудрецы ввели такое понятие, что человек может одолжить деньги, но права на взыскивание долга передать Байдину, и тогда даже человек может возвращать деньги, должен возвращать деньги, через Байдин, даже после наступления седьмого года, а на самом деле по закону, да, долг прощается после окончания седьмого года, то есть не наступления, а реально после завершения седьмого года, если у человека еще остался долг, то он должен быть прощен. Так, когда появился прост боль, люди смогли снова одалживать деньги, все, не было опасений, и шалом Элисраэль, да, всем никто уже не опасался, люди могли получить деньги, а если человек опасался давать деньги, потому что тот ему не вернет, они делали прост боль, и человек получал так необходимую ему суду, да, вот такие вот были введения, это введение вел Хилеля Закэн, это уже от Хилеля, а мы с вами здесь остановимся, и скажем, Лейлу Нишмат, сегодняшняя мечна, в ЦОМ 10-го ТВ-та, была, Лейлу Нишмат, Ребекка, бат Акиба, аннулада, мин Наоми, Авраам, бен Йозеф, и лауна, мин Тамара, ави Мури Рафаэль, бен Йозеф, и лауна, мин Тамара, Акиба, бен Арон, лауна, мин Ребекка, наоми, бет Яков, и лауна, мин Мирьям, Яков, бен Акиба, аннулад, мин Наоми, ципор, бет Михаил, аннулада, бен Тамара, Хаим, бен Нишмат, аннулад, мин Тамара, Рав, Давид Вайс, бен Мошу, Яков, аннулад, цара, София, бет Ицхак, Ефим, бен Лев, Иза, бен Марк, Мехаил, бен Иза, сила, бет Гриша, Ицхак, бен Зейн, мордуха, бен Исраэль, бет Исраэль, лад Мин Тайло, Таниэль, Менаха, Мендал, бен Хана, Фаина Батысак, Лариса Батаврам, Михаил Бен Исак, Роза Батмейса, Едина Батлев, Руби Бен Аврам, Елизавета Батлев, Маргарита Батлев, Алла Батаврам, Мария Батаврам, Михаил Бен Аврам, Татьяна Хая Батмая, Алик, Давид Бен Айнзек, Аннулад Бен Броха, Бен Ухатам Беганеден, всеми шаркоах, желаю всем. Спасибо. Хорошего дня. Всем шаркоах. Брат, ну ты монстр.